Здравствуйте! В эфире Первая студия. С вами Халмажана Манкельдинова. С наступлением лета начался купальный сезон, а также пожароопасный период. О мерах безопасности в это время поговорим со специалистами. В студии Курмангаза Таукелев. Старший офицер Управления гражданской обороны ДЧС Кустанайской области. Иерлан Бесен. Главный специалист Управления государственного пожарного контроля ДЧС Кустанайской области. Здравствуйте, уважаемые гости. Добро пожаловать к нам в студию. Ну и первый вопрос адресован вам, Курмангаза Шакенович. Начался купальный сезон. Скажите, какова ситуация в области на сегодняшний день и есть ли пострадавшие? На сегодняшний день, то есть с начала года, по сегодняшний день на водоемах области утонули 5 человек. Из них купание сезона. Один человек это в городе Рудном. Второго числа утонул мужик, расплевали спиртные напитки. И спасателями тело извлечено на следующий день. В данный момент гибель детей не зарегистрирована. То есть на сегодняшний день 5 случаев, да? 5 случаев, да. Из них, если остановиться, 3 случая, это район именно Биэмбета Майлина, один случай в Алтансаринском районе и один случай в город Рудный. Итого 5 человек. Есть случай, два человека одновременно утонули. Это Биэмбета Майлина, села Елизаветинка. Там утонули два родственника. Один 2001 года и один 2003 года. Курмагаза Шакенович, вот если сравнивать с предыдущими годами? Если аналогичный период с прошлым годом, если сравнить, в прошлом году в этот период утонул 3 человека, из них двое детей. Это один случай был в Денисовском районе, один в городе Рудном и один в Костанайском районе. Скажите, пожалуйста, сколько водоемов сегодня насчитывается по области? На сегодняшний день в Костанайской области имеется более 8 тысяч водоемов. Из них 220 водоемов используются для отдыха на воде и рыбной ловли. Из них на этих водоемах на сегодняшний день официально оборудованы 25 пляжей имеются. На территории города 4 пляжа, один из них коммунальный и 3 частных. Если остановиться коммунальный пляж, это городской пляж города Костанай. А частные пляжи – это Мишутка в районе села Амангельде, Махита, все знают Махита, Яхшенрак. Скажите, а в целом сколько разрешенных мест для купания есть в регионе? По области имеется 25 официальных мест, из них 7 коммунальных, 18 частных. И в этом году еще планируем дополнительно открыть 5 коммунальных пляжей. Это в городе Рудном, Денисовском районе, Жангельдинском районе, Ауликольский. Еще в одном районе, да? Да, еще в одном районе. Курмагаза Шакенович, вот такой вот вопрос. Скажите, вы можете назвать наиболее частые причины, из-за которых как раз-таки выявляются пострадавшие? Ну, основными причинами является недооценка собственных сил. Например, человек я умею, я делаю. И в случае чего, потом недооценка, то есть купание в алкогольном опьянении, вот остановлюсь. Есть 5 случаев, это 3 состояния в этом году алкогольного опьянения было. Потом неумение плавать и оставление детей без присмотра взрослых. Вот эти основные причины утопления. И были частые, да? Да, да. Которые меня сталкиваются. Хорошо. И тут вот такой вот вопрос, конечно же, безусловно, меры предосторожности, профилактика. Как раз-таки в рамках начатия, да, так скажем, купального сезона, какую профилактическую работу вы проводите? Нами совместно с местными исполнительными органами ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. Там туда входит волонтерская организация, департамент полиции, местные исполнительные органы и инспекция транспортного контроля. На сегодняшний день к административной ответственности привлечено 46 человек и на общую сумму 369 тысяч тенге штраф наложено. В целях недопущения несчастных случаев на водоемах департаментом подготовлено 72 спасатели, 8 единиц автомобильной техники и 15 единиц сплавсредств. Это надувные лодки, металлические лодки и так далее. А вот, допустим, вот каждый год у вас как бы схема, она схожа, соответственно, да? Но есть ли какие-то, возможно, новые изменения в этом году? Может, что-то еще внедрили в рамках профилактики? В этом году мы сделали QR-код, туда наводишь, и там все выходят в видеоролики по мерам безопасности, но не только купальный сезон, и там и пожарный безопасный, и падение из окон и так далее. А также в прошлом году более известными блогерами тесно контактировали, и там через них доведено мерами безопасности населению, там охват было более 100 тысяч человек. А также вот эти официальные места, где имеется покрытие Двагис, там указано, набирайте слово «пляж», и там уходят в Двагисе и конкретно отвозят вас в официальные места для купания. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что QR-код, да? Это, получается, какие-то определенные возле пляжев стенды, да, висят, где вот QR-код вывешены? Мы в этом году пока отправили все управления образованием, то есть учреждения образования, садики, школы, колледжи и так далее. Пока оттуда начали, а будем направлять еще местные исполнительные органы для установки этих QR-кодов на пляжи, то есть где имеются стенды. Кроме того, Вы сказали, что на сегодняшний день 72 спасателя, да? Есть. Вот как раз-таки о работе спасателей хотелось бы здесь более уточнить. Скажите, какую подготовку они проходят и, наверное, такие основные качества, которыми как раз-таки должны обладать сотрудники ЧАЭС? Все-таки это такая стрессовая, так скажем, работа, которая требует, так скажем, молниеносной реакции. Ну, это спасатели сейчас, 72 спасателей, из них 20 спасателей ежедневно выставляются на мобильных постах. Это два на территории города Кустанай, потом на территории города Житогора, города Аркалык, а также в выходные дни еще выставляются на Каратамарском водохранище. Ну, они ежегодно проходят аттестацию, сдают плавание, спасение и так далее. А также они обучают общественных спасателей. В прошлом году обучили 27 спасателей-дружинников, в 2021 году обучили 74 спасателей, и в этом году обучается еще 42 спасателя. Из них 15 человек уже сдали, получили справку о прохождении курса спасателя. А вообще в целом молодежь охотно идет на эту работу? Да, это местными исполнительными органами прорабатывали вопрос, в котором зарегистрированы в центрах занятости, которые не только от центра занятости, и то, который исполнился в 18-й, совершеннолетний. И они могут проходить сюда, прийти, пройти спасатели, не только чтобы на работу устроиться, а для себя можно. Бывает такой случай, человек спасает. Например, в этом году уже наши спасатели спасли троих. Это один в городе Житогора, и два на территории города Кустанай. Ну, в целом, в принципе, молодежь идет охотно, да? А вот вы, получается, обучаете, как я поняла, и как для себя, и так и с дальнейшим трудоустройством, да? Да, да, да. Хорошо. Ну и, наверное, давайте напомним нашим телезрителям об основных правилах безопасности в купальный сезон, что сейчас важно, какие-то элементарные правила. Чем нельзя пренебрегать? С 1 июня официально открылся купальный сезон. Это нигде каким-то нормативным правовым актом не указано. Но купальный сезон почему называется? Потому что лето начинается с 1 июня, заканчивается 31 августа. Поэтому это называется купальный сезон. Поэтому хотели населению и гостям города Кустанай, а также Кустанайской области, не купаться в неотведенных местах. Купаться только разрешено также на официальных местах. Это для их безопасности. А также заплывать за буйки, что там тоже опасно. Там глубина в некоторых местах от 3 до 7 метров доходит. Там не прыгать с лодок, с причалов и так далее. А также самое главное – не употреблять при купании, не употреблять спитные напитки и не оставлять детей без присмотра. Если вы придерживаетесь этих правил, то 100% можно избежать в этот случай. Теперь бы хотелось обратиться к Ирлану Сулхановичу. Наряду с купальным сезоном сейчас активно муссируется тема пожароопасного периода. Ирлан Сулханович, что вы скажете о пожароопасном периоде и как сегодня вообще в целом обстоят дела по области? На сегодняшний день, получается, с 5 апреля введен пожароопасный период на территории Кустанайской области. Зарегистрировано 174 случая загорания травостоя на территории Кустанайской области и также 20 лесных пожаров. Показатели говорят о том, что увеличено количество лесных пожаров вдвое. Если было за аналогичный период в 2022 году, было 10 пожаров лесных, в этом году уже составляет 20. И также количество площади увеличено в два раза. С начала года на территории Кустанайской области зарегистрировано 395 пожаров. За аналогичный период 2022 года 279. Показатели показывают, ну, процентное соотношение увеличения пожаров на 41,6%. Также зарегистрировано количество гибели. Гибель, конечно, слава богу, у нас как бы идет снижение. В этом году зарегистрировано погибших 18 человек. В прошлом году уже было зарегистрировано 24 человека за аналогичный период. Среди них в этом году 5 детей. В прошлом году было то же самое, 5 детей зарегистрировано. Одним из основных причин возгорания пожаров и количества статистики, это указывает происшедший пожар в жилых домах. То есть это может быть короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем, нарушение эксплуатации печей. И такие факты, как бы оставление детей без присмотра тоже есть. И были такие, например, вопиющие факты, происшедшие в Федоровском районе. Когда мать оставила двоих детей, одногодок, без присмотра, и произошел такой трагический случай, когда они погибли. То же самое, такой же случай, произошел у нас в Узункольском районе. Были оставлены дети без присмотра. По прибытию одних из родителей уже были дети, как бы найдены соседями, уже погибшие. Вот как раз таки, вот вы уже назвали наиболее частые, а помимо вот этих жилых домов, вот вы сказали, лесные пожары. Вот как раз таки, что служит? Лесным пожаром одной из основных причин это неосторожное обращение с огнем, повлекшее за собой материальный ущерб для государства и лесному фонду. Также есть, допустим, происхождение грозовых разрядов в зоне лесных массивов. Это тоже является одним из наиболее часто встречающих на нашей территории области причин пожара. Лесных пожаров, точнее. А вот загорание травостоя, это уже является одним из случаев человеческого фактора. То есть подожгли траву, бросили недотушный окурок, либо же спичку бросили. Также проехал автотранспортное средство в виде трактора, силхоз, техники, без оборудования, искрогасителей. За собой оставляя искру, влечет уже пожар степной, который плавно переходит в лесной, если это произошло возле лесного массива. Ну и здесь хочется, конечно же, спросить о спецтехнике. Достаточно ли ее сегодня? Какой вообще спецтехникой вы располагаете? На сегодняшний день у нас на территории Кустановской области имеется 205 единиц пожарной техники. Она является основная, вспомогательная и специальная техника. С 2019 года на территории Кустановской области было пополнение, ну, с 2019 года, если взять, то на сегодняшний день пополнение было 45 единиц техники. То есть это уже обновленная техника. Также у нас существует 42 пожарных поста, это функционирующие, где отсутствует защита государственных противопожарных служб в населенных пунктах, отдаленных от районных центров. К ним эти данные 42 пожарных поста обеспечивают защиту 127 населенных пунктов, то есть отдаленные от районных центров, которые составляют 100 и более километров. То есть, сами представляете, да? Пока пожарная машина доедет до дальнего населенного пункта, там уже практически ничего не останется. Для этого местными исполнительными органами совместно с департаментом по очищающим ситуациям создаются пожарные посты для защиты населенных пунктов, где отсутствует защита государственных противопожарных служб. Также наряду с этим существует 530 формирований, добровольно-пожарных формирований, которые функционируют за счет крестьянских хозяйств, ТО, также акционерных обществ. То есть, это тоже, они обеспечивают готовность и защитывают населенных пунктов, которые, как бы, было бы далековато прибыть нашим государственным противопожарным службам. Из, допустим, как я приводил статистику, из 174 пожаров, загораний, травостоя, 81 случай был потушен именно добровольными пожарными формированиями и пожарными постами, где наши силы не принимали участие. То есть, они были уже заблаговременно подготовлены и были передислоцированы на место возникновения загорания и были потушены. То есть, это показывает как раз таки актуальность, да? Это актуальность, да, таких добровольных пожарных формирований, пожарных постов, то, что есть на сегодняшний день, как бы, потребность. Скажите, вот в этот период, вы сказали, что пожароопасный период официально стартовал 5 апреля, да? Да. Но не стартовал, то есть начался. То есть, все же начался. С этого времени, как нам известно, вами проведена, ну, как бы, объемная работа. И вот здесь хотелось бы спросить, какая профилактическая работа проводится вами, помимо информационно-разъяснительной работы, конечно, основная составляющая, да? Но какие еще работы проводятся? На, допустим, с 5 апреля также у нас, понимаете, созданы мобильные группы. У нас 78 мобильных групп, которые принимают участие в департаменте полиции, в управлении природных ресурсов и также сотрудники ПЧС и местные исполнительные органы. Со данных мобильных групп проводятся профилактические мероприятия, которые, рейдовые мероприятия, которые выявляют и пресекают нарушения права пожарной безопасности именно в лесных массивах, также в частном секторе при сжигании сухой растительности мусора для того, чтобы предотвратить глобальный масштаб, то есть, понимаете, да, чтобы не было таких как бы крупных черчащих ситуаций. На сегодняшний день проведено 107 рейдовых мероприятий. В ходе данных мероприятий было выявлено 107 нарушителей, которые были привлечены к административной ответственности в виде предупреждений, в виде штрафов. Из них, можно даже более точно сказать, 58 предупреждений и 48 – это уже штрафов по статьям, которые предполагают нарушение требований пожарной безопасности, 336-я статья и 367-я статья. На сумму более полутора миллионов тенге штраф был наложен. А в МРП это сколько, примерно, штраф 1? 1 МРП… Ну, как штраф составляет 10 МРП. А какие еще мероприятия вот в рамках профилактики вы проводили? Вот, допустим, здесь как раз-таки пожароопасный период начался гораздо раньше, это еще выпало как раз-таки на учебный процесс, да? А со школьниками какую работу вы проводите? Со школьниками тоже так же в рамках агитационно-профилактических мероприятий в области пожарной безопасности проводится воспитание культуры именно на пожарную безопасность, проводятся конкурсы, проводятся агитационные интерактивные уроки, охватывающие все учебные образования в области. И также проводятся различные семинары, круглые столы. Например, на сегодняшний день у нас проведено 181 сходов это только с населением, где есть дачные участки, которые находятся ближе к лесным массивам и с ними также активно также у нас выездные мероприятия на объекты образования. Объекты образования проводятся тренировки по пожарной безопасности, то есть проводятся мероприятия по эвакуации школьников и детей. Также проводятся совместные пожарно-тактические улучения на объектах образования. Это делается в цель для того, чтобы были уже готовы и воспитать культуру пожарной безопасности с разъяснением использования первичных средств тушения пожара, то есть тягнетушителей пожарной экраны. И давайте, наверное, напомним нашим телезрителям еще раз об основных правилах мерах безопасности. Это самое важное. Необходимо нашим гражданам и любителям садоводческого дела, владельцам дачных участков запрещается сжигать костры на своих территориях, а также складировать в населенных пунктах мусор, который подлежит быстрому распространению пожаров, а также является одним из продуктов горения. Данный мусор должен вывозиться на специальные отведенные полигоны ТБО и также запрещается оставлять свое транспортное средство без присмотра именно где находится пожарный проезд, то есть противопожарный проезд для обеспечения проезда пожарной техники. Сейчас это актуальная проблема, когда пожарная машина не может проехать в виде узких провулок особенно дачных участков они друг к другу близко пристроены и это способствует быстрому распространению пожара, но из-за загруженности пожарными автомобилями на дачных участках загромождение проезда эта работа немного усложняется. Доставка первичных средств тушения пожара, доставка личного состава к месту вызова. И также хочется напомнить право поведения в лесных массивах, то что запрещается разжигать косты, готовить шашлыки не отведенных для этого места и также барбекю, бросать окурки, спички, давать конечно спички детям без присмотра что может повлечь колоссальный ущерб. Иван Сулханович, насколько нам известно, ежегодно не в летний а именно в зимний период, если не ошибаюсь, проводится такое мероприятие как КАС, тоже с сотрудниками ЧАЭС. Аналогичное какое-то мероприятие проводится в летний период? В летний период проводятся различные учения совместно с управлением природных ресурсов, это областные учения по правилам тушения, тактический замысел, где разрабатывается возникновение пожара, переходом на населенные пункты. Данные мероприятия проводятся в основном ежегодно отведен май месяц, июнь, для того, чтобы уже более привести к реальным, создать реальные условия для возникновения пожара. Это устойчивые климатические погодные условия, ветреная погода и сухая без дождя, без выпадения осадков. Это способствует быстрому распространению пожара. Проводится учение привлечения техники, как управление природных ресурсов и государственные противопожарные службы. Также задействуются местные исполнительные органы для эвакуации населения. И, как я говорил ранее, это противопожарные посты и добровольно-пожарные формирования, которые принимают активное участие. То есть уклон сейчас идет обучить их к реальным действиям, для того, чтобы минимизировать последствия пожара, которые могут перекинуться с лесных пожаров, степных пожаров на жилые населенные пункты. А вот эти учения в основном вы проводите как раз-таки в местах массового скопления? Данные учения мы проводим, где находятся густонаселенные пункты и также густонаселенный лес, лесной фонд. То есть уже картина такая, что быстро распространение пожара и нам надо мгновенно реагировать на это. Создаются условно дома, которые загораются в последующем, переходят как распространение и также активно принимают участие тушение пожара в нашей государственной противопожарной службе. Ирланд Аслаханович, вот такой аналогичный вопрос хотелось бы задать, который я ранее уже задавала Курман Газашакеновичу по поводу подготовки ваших кадров. Какое внимание вы этому уделяете? Какую конкретно они подготовку проходят в целом? На сегодняшний день есть как бы проводится активно агенционная профилактическая работа в области привлечения кадров именно в органы гражданской защиты. Основной конечно показатель это увеличение социального пакета у наших сотрудников. То есть как было ранее главой государства сказано, что повышение заработной платы и обеспечение социальных пакетов это одно из первых что влечет сейчас нынешнюю молодежь. также конечно проверяется физическая способность готовность кандидатов которые приходят к нам на службу. Данные сотрудники должны быть подтянуты настроены на то что придется работать не покидая рук и оно закаляет социальную ответственность или повышает социальную ответственность перед другими людьми и за счет этого идет воспитание патриотизма и нравственных других чувств. А вот что вы скажете по поводу психологической подготовки я думаю она не менее важна чем физическая в вашей работе потому что как я еще раз извиняюсь за тавтологию но все же повторюсь в стрессовой ситуации действительно то есть для обычного человека если вот для допустим спасателя это как бы привычное ну как бы так скажем состояние в том плане что он должен уметь быстро реагировать в таких ситуациях то для обычного человека это может вызвать шоковое состояние вот помимо того что допустим вы спасли вы ведь тоже психологическую какую-то работу проводите допустим с пострадавшими да обязательно у нас на каждый вызов с нами выезжают сотрудники группы психологической службы который берет всю основную работу на себя то есть уже после спасения человек испытывает шоковое состояние которое ему необходимо оказать помощь для того чтобы сами понимаете человек пережил может потерять кровлю над головой это шоковое состояние он может натворить совершенно уже усугубляющиеся моменты данные сотрудники они таких берут к себе как бы отрабатывают с ними успокаивают как бы разъясняют им какие первичные действия нужно сделать после того как произошел пожар и приводят их в порядок после чего передают уже сотрудникам ну как первичных конечно сотрудники бригады скорой помощи отрабатывают совместно с нашими психологами об этом я уже говорила ранее но все же хочется еще раз спросить основная профилактическая работа то есть уклон делается естественно на информационно-разъяснительную работу в специфике вашей работы какие планы в дальнейшем у вас то есть вы будете естественно продолжать эту работу возможно какие-то еще будут проводиться мероприятия которые вы как раз таки планируете проводить среди населения среди населения у нас очень колоссальные идеи приходят от наших молодых сотрудников они все каждый кто-то заканчивал различные университеты есть выпускники зарубежных университетов которые несут идеи тоже как бы зарубежа это все конечно отрабатывается согласовывается все эти моменты и мы как бы их вносим уже в реализацию для населения разработка тех же самых для детей разграсок именно на тему пожарной безопасности разработка азбук пожарной безопасности разработка мультфильмов которые уже с раннего детства уже прививает к знаниям пожарной безопасности также также у нас планируется разработка квестов именно на тему пожарной безопасности где будет уже активно привлекаться именно в каникулярное время для того чтобы завлечь детей будем активно отрабатывать с управлением образованием также местными исполнительными органами данные квесты уже будут направляться на то чтобы дети были готовы в случае возникновения пожара знали алгоритм действия при возникновении пожара знали куда звонить в случае возникновения пожара как пользоваться приборами огнетущих которые первичные средства тушения пожара то есть это огнетушители пожарные краны стационарные которые установлены они уже будут разбираться допустим в тот же самый пожарной сигнализации работоспособна эта пожарная сигнализация то есть все пожарные технические минимумы которые мы хотим передать населению с помощью данных мероприятий то есть как ранее говорил это квесты игры учения которые мы проводим их на постоянной основе и также с помощью методического материала который мы разрабатываем также помимо этого разрабатываются видеоролики которые уже в средствах массовой информации в социальных сетях и также можно заметить по городу где стоят большие LED-экраны там как на постоянной основе эти ролики показываются Курмунгаза Шакенович Ирлана Слаханович мы благодарим вас за столь интересную беседу познавательную очень важную я думаю как раз таки эта тема как никогда актуальна сегодня в нашем обществе спасибо что уделили время и поделились важными советами по мерам безопасности для наших телезрителей еще раз спасибо уважаемые телезрители ну а наше эфирное время подошло к концу с вами была первая студия до встречи субтитры субтитры